Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Что лежит в основе синдрома «Я сама»? Ну, интересно, что вы выделяете этот синдром, говоря о том, что я сама. А вообще это такой жизненный сценарий есть. Вот, он свойственен довольно часто людям с сильным внутренним родителем. Это такое вот состояние, эго-состояние, при котором человек себе говорит «Я должен». То есть, если у человека очень сильная вот эта история «Я должен», вот, на, скажем так, таком вот, ну, давайте назовем это субъективном уровне, да, сначала. То есть, на субъективном уровне человек говорит себе «Я должен» и, соответственно, делает, вот, ну, вот, многое вещи сам, вот, хотя, в принципе, ну, совершенно в общем и целом это необязательно. Вот, вот, то есть, совсем необязательно человеку делать, а, ну, самому прямо, да, вот, а, те вещи, которые он, грубо говоря, делает, вот. Вот, в основе этого такой модели поведенческой лежат следующие моменты. Это, в первую очередь, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ состояние, при котором человек отрицает в себе самом наличие слабости, а боится человек, боится этой, собственно говоря, слабости. Он ее боится, потому что он ее себе не позволяет, и ему, такому человеку, очень сложно принимать помощь других людей. То есть человеку сложно принимать помощь других людей, но интересным, на мой взгляд, является то, почему человеку сложно принимать помощь других людей. Дело в том, что, когда человек принимает помощь других людей, ему кажется, что он им обязан, то есть в основе лежит страх, что я буду должен, в основе лежит вот это чувство, что я не хочу быть должным. Вот. То есть это, по сути, не вера, отсутствие веры, если угодно, в собственную ценность и в то, что для меня, говорит такой человек, могут сделать что-то просто так. Вот. Я не достоин. Вот. Я не достоин. Не достоин того, чтобы для меня сделали просто, ну, что-то просто так. Вот. Это одна из позиций, одна из, один из векторов, который, ну, у которого данный человек придерживается. Вот. Естественно, 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 это не все векторы. Есть люди, которые также хотя бы все делают сами, ну, никому не позволяя брать у них, так скажем, инициативу. Вопрос, ну, довольно хороший вопрос заключается в том, чего такой человек может бояться, вот, чего такой человек может опасаться, почему для него инициатива другого является угрозой. Вот. Вот. Это может быть и перфекционизм в определенной степени. Это может быть и какие-то страхи, ну, вот. В определенной степени могут быть какие-то страхи. Это может быть, ну, такой травмирующий опыт, скажем так. Вот, что человек кому-то доверился, да, ну, то есть это страх доверять. То есть человеку сложно кому-то доверять, он боится этого, но, конечно же, хочет. Вот. Он не знает, как ему выстроить отношения так, чтобы его было доверять. То есть доверять хочется, но человек не может, боится. Вот. И в то же время страдает от того, чтобы ему этого хочется. Люди не могут доверять другим, когда они довольно плохо опираются на себя. То есть когда они себе не доверяют. доверие для таких людей выстраивается немножко на других принципах. Вот. Доверие для таких людей выстраивается на принципах слияния. То есть мне нужно слиться с тобой, чтобы я тебе мог доверять или могла доверять. То есть это вот такая получается история про слияние, к сожалению. Вот. Это история про то, что ты должен быть таким же, как я. Если ты не такой же, как я, то вот у нас с тобой сразу возникают какие-то проблемы с тобой, сразу возникают какие-то стерки у нас с тобой, сразу возникают конфликты и так далее. Вот. Проблема ли это? Да, это проблема, потому что такой человек очень часто спакивается с одиночеством, с таким вот, ну, довольно-таки потальным, можно сказать, одиночеством. Вот. Невозможно все-таки с кем-то разделить то, что ему хочется, вот, и так далее. Дело в том, что в этой вот самости, то есть в этом синдроме, который вы назвали я сама, вот, присутствует очень много одиночества, вот. Такого вынужденного одиночества, которое человек, ну, вообще-то не выбрал, да, и не хочет. Но для него это, по сути, такой вот единственный путь, единственный путь, значит, чтобы сохранить, вот, некое такое свое, ну, знаете, как, статскво, если угодно, да, какую-то свою целостность хотят сохранить и так далее. Вот. То есть тут вот такой момент, и этот момент очень важно учитывать, если мы хотим даже с этим как-то вот работать, да, если мы хотим с этим как-то взаимодействовать, если мы хотим помочь такому человеку. Вот. В первую очередь, ну, и, наконец-то, и, конечно, работать над отношением к самому себе, вот, поскольку человек к себе относится, мягко говоря, на лучшем образом, да, мягко говоря, такой человек себя обоценивает, вот, то очень важно научить человека показать ему, что он важен, что он важен, что он ценен, что он достойен и так далее. Вот. Как-то так я думаю. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Продолжение следует...